Коронавирус унес жизни еще двух человек – 68-летний Белгородкий и Староскольца с 63 лет. За последние сутки COVID-19 выявили еще у 78 жителей региона. Наибольший прирост отмечен в Стармосколе плюс 28 и Белгороде плюс 24. В стационарах находится 890 пациентов, 28 в тяжелом состоянии на ИВЛ. Вопросы вакцинации и формат майских праздников обсудили на очередном брифинге в администрации. В Старомосколе вакцинацию прошли 30 тысяч человек. Прививочные пункты способны принимать в день до полутора тысяч. Однако в день обращаются от 500 до 800 жителей округа. Такими темпами выход из пандемии растянется еще на долгие месяцы, говорят специалисты. А тем временем сотни староскольцев ждут возврата медицины к плановой помощи. Если у нас каждый день 40 человек поступают в калифт-госпиталь с ковидной пневмонией, мы когда перейдем к плановой помощи? Если мы говорим, люди, придите на вакцинацию, привейтесь и давайте это безумие прекратим, давайте вернемся к плановой помощи. Я всех прошу и умоляю, придите, провакцинируйтесь, дайте возможность медицине вернуться к плановой помощи. Это будет возможно через два месяца, потому что возможности привить. Полторы тысячи прививок в день, и мы с вами прививаем все 100 тысяч за два месяца. И мы с вами через два месяца формируем коллективный иммунитет и забываем, как страшный сон ковид у нас в округе. За время пандемии, по официальным данным, больше 6,5 тысяч староскольцев переболели коронавирусом. Многие из них до сих пор борются с серьезными последствиями инфекции. Если человек тяжело переболел и есть функциональные нарушения органов и систем, пока не выработаны доказательные методы и нет каких-то там методов и медикаментов, чтобы могли помочь. Поэтому я еще раз говорю, лучше не болеть. На сегодняшний день бывают тяжелые случаи, которые практически даже не поддаются реабилитации. Бессонница, забывчивость, остыния. Как мы можем влияние коронавируса на нервную систему убрать? На сегодняшний день у нас нет таких медикаментов восстановить полностью нервную систему. Не надо рисковать, не надо болеть. Сходил на прививку, привился и все. Впереди майские праздники. Чтобы стабилизировать эпид-обстановку в стране, Роспотребнадзор выступил с предложением продлить выходные. Больницы и поликлиники будут работать в обычном режиме. День Победы пройдет вновь, без парады и шествия. Масса у нас не планируется. К сожалению, провести бессмертный круг у нас не получится. Акция в таком формате, как мы говорили, в 2018-2019 году. Это будет тот же формат, который был в 2020-м. Это будет в бессмертный режим онлайн. По остальным мероприятиям, да, у нас будет возложение цветов на братские захоронения, братские могилы наших памятников. Но это будут, опять же, не массовые мероприятия. 9 мая в 30 дворах, где живут ветераны, пройдут концерты творческих коллективов. А в парке «Зелёный лог» с двух часов дня будут выступать местные артисты. Завершится праздник салютом в 10 вечера. Ольга Шалыгина, Александр Гончаров, Ирина Чуликова, 9 канал.